Завтра, 25 июля, профессиональный праздник тех, кто стоит на страже закона и порядка. Борцы с криминалом, сотрудники органов следствия отмечают День ведомства. Значительные результаты борьбы с преступностью в Калмыки достигнуты благодаря высокому профессионализму и честному труду следователей и криминалистов. У каждого из них свои методы раскрытия преступлений. А зачастую они в работе используют даже лак для фиксации волос и суперклей. Для чего, смотрите далее. Николай Берчи в органах следствия работает уже 12 лет. В выборе профессии никогда не сомневался. Пошел по стопам отца. Практически по каждому делу, которое находилось у него в производстве, а их на сегодняшний день около 100, преступники были найдены и наказаны. Одно из последних резонансных дел убийства в новогоднюю ночь в одной из гостиниц Элисты. Вновь проводился осмотр место происшествия. Были изъяты все необходимые объекты для назначения дальнейших экспертиз. После просмотра оперативно было установлено лицо, которое непосредственно совершило данное преступление. Он оказался сожителем данной девушки. В следственном отделе по городу Элиста работают 8 сотрудников. На каждого в среднем приходится по 5-6 дел, которые рассматриваются одновременно. Нагрузка высокая и не прерывается даже в выходные дни. А в будний рабочий день может затянуться и до полуночи. И это не считая суточного дежурства. А это уже управление Следственного комитета по Калмыкии. Здесь располагается учебный класс криминалистики, где имеется учебно-методическая литература, выставлены образцы огнестрельного оружия. Сегодня на экспертов-криминалистов возлагается большая ответственность. Без них не начинается ни одно расследование. И до его приезда на место происшествия никто не имеет права что-либо передвигать или трогать. В следственном чемодане находятся различные комплекты. Лак, а также различные пленки. Лак используется, например, нами при обнаружении следов обуви. В их распоряжении имеется также цианокрылатная камера, которая применяется с целью обнаружения отпечатков пальцев на шероховатых поверхностях. Мы используем так называемый цианокрылат. Это обычный клей, различный производитель, но чаще всего в момент. При использовании указанной камеры пара цианокрылата покрывает объект пленкой. Мы можем выявить как следы рук, а по следующим показанным объектом назначить молекулярно-генетическую экспертизу. А для опознания в здании управления оборудованы смежные комнаты с отдельными входами. Они разделены окном с односторонним зеркальным покрытием, которое не позволяет видеть находящихся за стеной лиц. Следователь – это не просто профессия, это призвание. Эта работа заставляет человека мобилизироваться по максимуму во всех отношениях, ставить в приоритет служебные интересы выше своих собственных и постоянно повышать профессиональный уровень. К тому же наше законодательство постоянно меняется, и за этим необходимо следить. По словам руководителя управления Владимира Катнанова, главное понимать, что от решения следователя зависят человеческие судьбы, и он не имеет права на ошибку. От грамотного и объективно проведенного расследования зависят судьбы людей и торжество справедливости. Поэтому в этот день я хотел бы пожелать своим коллегам и ветеранам органов следствия семейного благополучия, здоровья, объективности в служебной деятельности и бескомпромиссности в борьбе с преступностью. Ну и завершу свои поздравления девизом Следственного комитета Российской Федерации «Служа закону, служим Отечеству». Сотрудники Следственного комитета одни из первых сталкиваются с негативным проявлением нашей жизни, полной безнравственностью и жестокостью людей. При этом именно следователи всегда оправдывают доверие граждан, проявляя полную самоодачу во имя справедливости и глубокое уважение к закону. Геляна Багаева, Чарубушаев, День Республики.